Знакомьтесь, салон «Давита мебель», кухни, столы, трансформеры, спальни, детские, элегантность, комфорт и неповторимость. Доставка 7 дней, гарантия 8 лет, скидки до 50%. «Давита мебель», ТЦ «Пассаж», 4 этаж. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включительно. Новые социальные выплаты на детей и материнский капитал за рождение первенца. Помощь семьям с детьми президент считает необходимой. По мнению главы государства, это должно повысить рождаемость. Вопрос демографии стоит острым. С него и начинает свое послание к Федеральному собранию Владимир Путин. Его выступление слушают первоуральские чиновники, депутаты, директора школ и общественники. Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Поддержать не только семьи с детьми, но и работников бюджетной сферы, врачей и учителей. Медикам установить фиксированные доли окладов, а классным руководителям ввести доплату 5000 рублей. С таким предложением в Первоуральске согласны, но у приглашенных возникают вопросы. А где мы эти деньги возьмем? А деньги там немалые. Ни слова не было сказано президентом о страшной проблеме под названием коррупция. Перед этим только председатель счетной палаты Кудрин озвучил, сколько у нас неэффективно используется миллиардов. И сколько миллиардов каждый год воруется. Был разговор в свое время о возврате капиталов. Это очень такая эффективная мера. Несколько стран ее воспользовались и результат-то хороший получился. А у нас опять как-то ушла вода в песок. В целом Владимир Кучерюк отметил, что его ожиданий послание президента не оправдало. Не было сказано о введении прогрессивной шкалы налогообложения и о поддержке производственных предприятий. Их положение с кредитными займами, говорит, значительно ухудшилось после введения санкций. Прозвучало в послании мысль и о поддержке здравоохранения. Снизить смертность должно высокотехнологичное оборудование, которым планируется оснастить больницы. Однако первоуральский кардиолог Вадим Кучумов уверен, снизить смертность поможет в выдаче льготных лекарств. Не только людям с инвалидностью, но и тем, у кого заболевание еще не дошло до кризисного состояния. Вкладывая значительно небольшие деньги, допустим, как сказал Николай Григорьевич, в лечении гипертонии, мы можем в пять раз снизить летальность от инфарктов, от инсультов, не прибегая к высокотехнологичной помощи. Обсудили и предложенные Владимиром Путиным изменения Конституции Российской Федерации. В нее планируется внести порядка десяти поправок. В основном они касаются выборов и полномочий президента.